Всем привет, с вами Рина Высоцкая, и сегодня я вам расскажу одну очень классную историю, у меня в жизни полно таких классных историй, и сегодня я вам расскажу одну из них. История эта про одного молодого человека, будем его так называть, который следит за мной по сей день и не может оставить меня в покое. Я так это радостно говорю, прям вообще. Всё началось с того, что я сидела одним прекрасным днём, и мне приходит заявка в друзья. Мне было некогда, и я приняла эту заявку только вечером. В этот же вечер этот молодой человек мне пишет, привет, давай познакомься, всё такое. Я говорю, привет, да, давай, я была не против знакомства. В общем, он рассказал о себе, я рассказала о себе, и вот дело доходит до первой встречи. Я не знаю, каким местом я думала, когда я решила провести первую встречу в кино, я просто не знаю, просто тогда вышел мой любимый фильм, это был декабрь, и я думаю, ну почему бы нет? Нет. Девочки, если вы гуляете с парнем первый раз, не зовите его в кино, потому что вы будете тупо сидеть, смотреть фильм, может быть, даже не вникать в фильм, потому что вы будете нервничать, вам будет не о чем поговорить. Ну и всё так, потому что в кино не разговариваю. Ну и, собственно, когда закончилось кино, мне надо было уже идти домой, мы попрощались, и всё. Ну и тут начинается моё просто самое любимое. Он начинает меня зазывать, гулять, когда он узнал, в каком районе я живу. Он вечно мне говорил, что вот, я тут мимо твоего района прохожу, хотя он жил совершенно в другом районе за 3-9 земель от меня, и говорил то, что вот, я тут по случайности просто прохожу, давай там встретимся, всё такое. Не, ну я где-то дошёл, вот как раз где вы живёте, я где-то до той остановки дошёл. На эти дни у меня были запланированы другие встречи с друзьями, я ему говорю, нет, прости, я не смогу. Поясняться я ему не стала, почему именно я не смогу. Ну и вот, собственно, в чём прикол. Чтобы не было опять никаких наездов в мою сторону, постоянных тысячи вопросов, мне было просто проще скрыть от него историю. В общем, я от него скрыла истории, выкладываю одну историю, в этот момент я гуляла с подружкой, но я выложила просто речку, и в кадр, кроме речки, ничего, в принципе, не входило. Он мне в ВКонтакте присылает этот скрин и говорит, где ты что-то с кем-то, почему я об этом не знаю, почему ты мне ничего не сказала, почему ты меня не позвала, почему ты то, почему ты сё. Я ему говорю, во-первых, я не обязана перед тобой отчитываться, потому что ты мне просто знакомый, ты мне не паришь. Во-вторых, мне на ум приходит такая мысль, как он увидел эту историю, если я, в принципе, от него её скрыла. Я ему прямым текстом пишу, как ты, собственно, прислал мне эту историю, потому что она была скрыта на твоём аккаунте. Что мне поступает? Просто невнятный ответ, а-ля, ну вот, я просто, знаешь, вот зашёл на второй аккаунт, зашёл там у нас какой-то блогер в общих подписках, я увидел, что вот он у нас общий, зашёл к тебе, увидел, что у тебя история, посмотрел историю, зашёл к тебе, всё такое. Я такая, типа, эээ, ну вообще-то, во-первых, у нас нет с тобой одного и того же блогера, но это я уже про себя начала думать, ему это писать не стала, потому что этому человеку было доказывать, что это бесполезно, поэтому я решила ему всё-таки это не писать, просто в уме я подумала, что это стопроцентный бред, и я это стопроцентно знаю, потому что, во-первых, эта история звучит как бред, во-вторых, то, что у нас какой-то общий человек, блогер там, у нас ничего нет. У нас есть один общий друг, через который он меня нашёл, это он в ВКонтакте, а не в Инстаграме. Ну и, собственно, я понимаю, что у меня есть какой-то левый аккаунт, захожу на эту же историю, не поленилась, нашла этот второй аккаунт, скрыла от этого второго аккаунта истории, ну и всё, думаю, сейчас заживу шикарно, просто отлично, выкладываю следующую историю, там я уже гуляю с несколькими друзьями, он мне опять присылает скрин этой истории, говорит, что вот, что это такое, опять в том же духе, я ему то же самое отвечаю, отвечаю, что, в принципе, это не твоё дело, зачем ты с этим ко мне лезешь, если я не хочу рассказывать никому, где я и с кем я, я не рассказываю, почему я должна тебе об этом писать. Затем, после этой ситуации, мы уже встретились, гуляли втроём с его подругой, ну и в чём, собственно, заключается суть, я пошла гулять с собакой, и на следующий же день, как он узнал, где я живу, я вижу его, приходящего мимо, около моего дома, мимо моего подъезда, ну, это просто. Я ему пишу, какого фига ты делаешь уже около моего дома, потому что раньше тебя я не видела около моего дома, ну, типа, ничего, что я иду домой с мамой, с магазина, и ты идёшь прям по чистой случайности около моего дома с другом, с каким-то. Я тебе говорю не про сейчас, не надо делать вид, что ты не понял, о чём я. Да, раньше я не видела, чтобы ты к нам ушёл, а вдруг сразу резко ты решил пойти... Ну, я не знаю, тебе в прошлый раз был какой-то смысл, когда ты мне ту историю скинул. Я, естественно, понимаю, что это опять какой-то бред, что опять человек мне врёт, просто пытается оправдать себя, и я просто начинаю уже заканчивать с ним общение. Ну, в общем, прекратилось наше с ним общение, ну, что вы думаете, это не конец. Ну, и, в общем, я начала замечать такую странную картину. Я смотрю свои истории через месяц, и вижу то, что этот человек просматривает мои истории. И, кстати, я в середине нашего общения открыла ему историю на основном аккаунте, потому что я поняла то, что от него нет их смысла скрывать, потому что у него там 300 аккаунтов, он всё равно скинет мне каким-то магическим образом эту историю. И вот, когда мы с ним уже поссорились, на основном аккаунте у него были открыты мои истории, и он начал их, собственно, просматривать. Я не стала скрывать от него истории на основном аккаунте, потому что я думаю, пускай он смотрит с основного, чем он будет смотреть с левого, и я не буду знать, что эта слежка до сих пор продолжается. В общем, как вы поняли, эта история с просматриванием моих историй продолжается по сей день. И вот самый интересный факт, который я узнала буквально сегодня перед съемкой этого видео. Я начала искать наш с ним диалог, чтобы как раз таки вставить все пруфы, все наши сообщения голосовые в это видео, чтобы вы послушали и поняли, в принципе, всю ситуацию. И я листаю все свои диалоги, ищу примерно в зимних диалогах, потому что именно тогда мы закончили наше общение, и, собственно, не нахожу, потому что я вижу его подружку, с которой мы общались, и смотрю, его рядом нет, потому что, по идее, они должны быть где-то рядом в диалогах. Потом я уже начинаю набирать его имя и фамилию в поисковике, и вот что мне высвечивается. Мне высвечивается непрочитанное сообщение за 23 число, причем летом. Я захожу туда и вижу, что мы с тобой долго не общались, но я бы хотела объясниться, все такое. Я в уме про себя думаю, смысл мы с тобой будем общаться, продолжать общение, хотя ты мне уже все высказал, что тут еще можно, в принципе, объяснять. На что он мне просто отвечает, окей, и все. Как бы, я думаю, в принципе, на этом история не закончится, он продолжит за мной следить, то есть чекать мои истории. Возможно, что-то мне ответит, я не знаю. И, в принципе, я сначала думала, что 23 число это именно сегодня, когда я начала снимать это видео, но я просто ошиблась, там было написано июня, а не июля. Это было написано месяц назад, но я думаю, в принципе, отвечу, раз я уж прочитала эти сообщения. Мне нужно все равно вставить в это видео все сообщения голосовые, и мне было интересно, в принципе, что он ответит мне на это сообщение. И да, кстати, парни, которые только знакомятся с девушками, не начинайте за ними следить, дайте им какое-то личное пространство, потому что им самое главное это доверие и личное пространство. Потому что если не будет вот этих двух позиций, то ваше общение, к сожалению, сойдет на нет и закончится на этой же неделе. Но на этом видео, в принципе, подходит к концу. Если вам нравятся мои истории, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой тикток, потому что там видео выходят намного чаще практически каждый день. На этом я с вами прощаюсь до следующих видео, всем пока! Я на полсекунды, короче, остановилась, меня просто промурашило, я стою, я вообще не понимаю, что делать, типа, куда бежать, типа, развернуться и уйти, или уже, типа, дальше идти. Я напугалась, потому что, ну, типа, ты знаешь, у меня какая тряска, когда я вижу кого-то похожего в центре на него. А это прикинь, когда ты реально ночью человека вот так вот встречаешь и понимаешь, что это реально он. Субтитры сделал DimaTorzok